Слово следующему докладчику, это Наталья Юрьевна Епифанова, заведующая отделением клинической фармакологии нашего центра, врач-клинический фармаколог, профессор кафедры последипломного образования врачей по направлению детская онкология, департамент профессионального образования, доктор медицинских наук. В доклад звучит название доклада «Современные рекомендации лечения взрослых пациентов с фибрильной нейтропенией низкого риска». Пожалуйста, Наталья Юрьевна, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Спасибо, Николай Николаевич. Спасибо организаторам конференции, которые предоставили такую замечательную возможность выступить с докладами на такой знаковой для онкоцентра конференции. Итак, лечение пациентов с фибрильной нейтропенией является актуальной проблемой для стационаров. И выявление пациентов низкого риска позволяет проводить лечение в амбулаторных условиях, применяя пероральные формы антимикробных препаратов. И вполне определенно, что это позволяет снизить стоимость лечения и снизить риск развития внутрибольничных инфекций. В то же время необходимо тщательно отбирать пациентов для амбулаторного лечения, чтобы избежать у них крайне тяжелых осложнений. Итак, фибрильная нейтропения определяется как повышение температуры, измеренной в ротовой полости однократно, 38,3 градуса и более, или сохраняющаяся 38 и более градусов в течение одного часа. При одновременном снижении абсолютного числа нейтрофилов меньше 0,5 или меньше единицы с ожидаемым дальнейшим снижением меньше 0,5 в течение ближайших 48 часов. И, конечно, нам необходимо помнить, что у пациентов с нейтропенией могут быть и неинфекционные причины лихорадки, которые составляют 20% случаев. Эти причины могут быть связаны с опухолью, так называемой паранеопластической лихорадкой, или с введением цитостатиков, например, блеомицин, введением колоннестимулирующих факторов, антибиотиков, гемотрансфузиями, аллергическими реакциями. И если все эти причины исключены, клиницисты должны исходить из того, что лихорадка с нейтропенией, у пациента с нейтропенией при лечении рака является результатом инфекции. Возбудителями инфекциями в 70-90% случаев являются бактерии. И значительно реже это грибы, на долю которых приходится от 5 до 20%, и на долю вируса приходится только от 2 до 5%. И наиболее часто выделяемые бактериальные патогены среди грамм положительных бактерий это когулазонегативные стафилококи, золотистый стафилокок, включая метициллинрезистентные штаммы, энтерококи, включая ванкомицинрезистентные штаммы, стрептококи группивириденс, пневмококи, стрептококус пиогенос. А среди грамм отрицательных бактерий это ишерихия колик, клепсиела, энтеробактер, цитробактер, синегнойная палочка, ацинетобактер и стенотрофомоносмультофилия. И в настоящее время ведущими бактериальными патогенами являются грамм отрицательные бактерии. Основной проблемой на сегодняшний день как в России, так и за рубежом является рост устойчивости у нозокомиальных штаммов энтеробактерий к цефалоспоринам третьего и четвертого поколения, преимущественно за счет продукции бета-локтомаз расширенного спектра. Так, по данным многоцентровых исследований, проведенных в России за период с 1997 года по 2014 года, устойчивость энтеробактерий к цефалоспоринам третьего и четвертого поколения выросла с 36% до 75%. И, к сожалению, эта тенденция не имеет направления к снижению. К пациентам группы низкого риска относятся пациенты с солидными опухолями, получающие стандартные режимы полихимиотерапии. Они имеют сумму баллов по шкале МЭСК, 21 и более. Число нитрофилов у них находится в диапазоне от 100 клеток и менее 1000 клеток. Предполагаемая длительность нейтропении не превышает 7 суток. У них нет очагов инфекции и симптомов сэмпсиса. У них нет сопутствующей патологии. И, как правило, возраст этих пациентов не превышает 65 лет. И, собирая анамнез у пациента с фибрильной нейтропенией, нам, конечно, необходимо собрать полный анамнез, который должен касаться не только характера проводимой химиотерапии, но и наличия предшествующей антимикробной терапии и профилактики или терапии кортикостероидами. Необходимо учесть, были ли недавно проведены хирургические вмешательства, наличие аллергических реакций. Данные о предшествующих положительных результатах микробиологических анализов, полученных из ранних клинических записей. В частности, о предшествующем выявлении метициллинорезистентного золотистого стафилокока, ванкомицинорезистентных энтерококов, грамма отрицательных бактерий, продуцирующих бета-локтомазы расширенного спектра, так называемые БЛРС или ЕСБЛ, которые мы видим в результатах микробиологических анализов. Наличие в анамнезе карбопинемрезистентных бактерий, грибов типа аспергилл, скандиды и других. И, конечно, учесть, были ли у пациента в анамнезе бактерии и мии. Необходимо учесть наличие длительно стоящего ЦВК или порт-системы и провести тщательный осмотр с выявлением скрытых очагов инфекции со стороны кожных покровов, мест пункции, катетеризации, периональной области ногтей и ротоглотки. И, конечно, лабораторная диагностика. Мы подробно останавливаться не будем, а обращу внимание, что у пациента с фибрильной нейтропенией необходимо немедленно провести культуральное исследование крови. И минимум составляет этот двукратный забор крови на микробиологическое исследование. И берется он из разных периферических вен или из любого венозного катетера, если таково имеется. И стандартный набор для гемокультивирования включает комплект из двух флаконов для культивирования аэробных и анаэробных микроорганизмов. И сбор образцов крови для гемокультивирования производится до начала эмпирической антибактериальной терапии. Конечно, мы должны взять прокальцитонин как диагноз ранней бактерии и у пациентов с какими-то очаговыми симптомами взять необходимые анализы. В частности, посев мочи, мокрота, бал, исследование кала, если у пациента есть диарея на кластриде, дефициле, ликвара, если есть подозрения на менингит и энцефалит. И, естественно, у всех пациентов с фибрильной нейтропенией необходимо проводить оценку риска развития тяжелых инфекционных осложнений. Она позволяет нам выявить тип эмпирической терапии пероральной или внутривенной, место лечения стационарной или амбулаторной, продолжительность антибактериальной терапии. И, конечно, основной оценкой риска является оценка по системе баллов Международной ассоциации по поддерживающей терапии злокачественных новообразований, это МЭСК. Но с 2018 года рекомендуется использовать и дополнительную оценку риска развития тяжелых инфекционных осложнений у пациентов низкого риска по шкале оценки клинического индекса стабильной фибрильной нейтропении, шкала СИСНА. И эта шкала обладает более высокой чувствительностью, специфичностью по сравнению со шкалой МЭСК у пациентов с количеством баллов более 21 и имеет большее положительное прогностическое значение и большее отрицательное прогностическое значение. И основная необходимость проведения такой оценки, она была вызвана тем, что у пациентов, которые были классифицированы как низкий риск по шкале МЭСК 21 балл и более, у 11% пациентов развивались уже в амбулаторных условиях тяжелые инфекционные осложнения. И для расчета индекса СИСНА необходимо дополнительно провести оценку общего статуса пациента по шкале ЭКОК и степени тяжести мукозитов по шкале НСИ, АИСИТСИ. Ну и сама эта шкала, она составляет у себя оценку, как я уже сказала, по шкале ЭКОК. Также необходимо учесть наличие или отсутствие пациента хронической обструктивной болезни легких, хронической кардиоваскулярной болезни, оценка степени мукозита, количество моноцитов, менее 200 клеток на 1 микролитр крови и наличие или отсутствие пациента стресс-индуцированной гипергликемии. И пациенты с 0 баллов, конечно, имеют низкий риск, а пациенты от 1 до 2 баллов – это промежуточный риск, и пациенты 3 балла и более – это высокий риск по шкале СИСНА. И, конечно, нам рекомендуется учитывать дополнительные клинические критерии для исключения пациентов от проведения лечения в амбулаторных условиях. Итак, среди сердечно-сосудистых критериев это противопоказанием будет предоборочное состояние или обморок, выявленная гипотензия или ее прогрессирование, неконтролируемая сердечная недостаточность, наличие аритмии или стенокардии, клинически значимое кровотечение, наличие эксудативного перикардита или злокачественной артериальной гипертонии. Среди гематологических симптомов это тяжелая тромбоцитопения со снижением тромбоцитов менее 10 тысяч на 1 мл, анемия, гемоглобин менее 7 грамм на децилитр или снижение гематокрита менее 21%, абсолютное число нейтрофилов менее 100 клеток на мл, ожидаемая продолжительность нейтропения 7 суток и более и наличие у пациента тромбоза глубоких вен или тромбоэмболии легочной артерии. Если это желудочно-кишечная категория, то это оценивается возможность пациентам проглотить таблетки, новое начало или клинически значимое обострение диареи, наличие у больного милены, кровянистого стула, не связанного с геморроем, наличие рвоты, боли в животе или асцита. Со стороны печени это, естественно, наличие печеночной недостаточности, маркерами которыми являются увеличение аминотрансфераз более чем в 5 раз от верхней границы нормы или увеличение общего количества билирубина, превышающие 2 мг на децилитр. Со стороны почек клиренс креатинина менее 30 мл в минуту или олигоурия и клинически значимое ухудшение функции почек, появление макрогематурии, затруднение мочеиспускания или наличие нефролитиаза, клинически значимая дегидратация или наличие нарушения электролитного и кислотно-щелочного баланса, который требует коррекции. Со стороны легких и грудной клетки противопоказанием для амбулаторного лечения будет наличие у пациента тахипное или брадепное, гипоксимии и гиперкапнии, пневмоторокс или плеврального выпада, наличие полосного образования в легком. Неврологические симптомы. Измененный психический статус, судороги, подозрения на инфекции центральной нервной системы и впервые выявленный или прогрессирующий неврологический дефицит. И инфекционные симптомы. Это наличие анатомического очага инфекции, например, симптомы пневмонии, абдоминальной инфекции, целлюлита. И надо сказать, что новое появление минимальных симптомов инфекции мочевыводящих путей и синусита может быть исключено из этого требования. И в большинстве случаев при нейтропении, которая не будет превышать 7 дней. И при отсутствии грибковой инфекции. Ну, конечно, противопоказанием для амбулаторного лечения будет аллергия на антибиотики, используемая в амбулаторных условиях. Предшествующий прием антибиотиков за последние 72 часа. Инфекция связана с внутрисосудистым катетером или наличие сепсиса. Ну и, конечно, это не полный список. Он не заменяет необходимости клинического мышления при принятии решения. При выборе амбулаторного лечения против стационарного для отдельных пациентов с фибрильной нейтропенией низкого риска. Итак, выбор тактического подхода. Перед нами пациент с нейтропенией и лихорадкой. И на этапе, когда мы еще не знаем, это пациент высокого или низкого риска, нам нужно провести сортировку этого пациента. И прежде всего оценить его по шкале кусов, оценить количество числа дыханий, более 22 вдохов в минуту, есть ли у него изменения ментального статуса, есть ли у него снижение артериального давления менее 100 мм тутного столба. Если у пациента присутствует два из этих признаков, то этот пациент должен госпитализироваться в отделении реанимации или интенсивной терапии. На следующем этапе мы предполагаем бактериальную инфекцию, документируем лихорадку, документируем снижение количества нейтрофилов и берем образцы крови на культуральное исследование. Берем его дважды перед началом лечения. И, конечно, назначаем в течение первого часа проведение сортировки эмпирической антимикробной терапии. И пока не определена степень риска, высокая или низкая, начальная терапия всегда внутривенная. И препараты, рекомендуемые для этого, либо пипероцелин тазобактам, либо цифипим, либо при наличии гипотензии это карбопинемы, меропинем или имепинем целостатин. И критерии, которые следует учитывать при выборе антимикробного препарата на первом этапе. Прежде всего, это данные локального микробиологического мониторинга чувствительности возбудителя инфекции в стационарии, в отделении в частности. И рассматривается распространенность штаммов граммоотрицательных бактерий, продуцентов БЛРС, устойчивых к цефалоспоринам третьего и четвертого поколения. Конечно, оценивается тип пациента с инфекцией и наличие в анамнезе инфекции, вызванных мультидрагрезистентной флоры, такой как МРСА, ванкомицинрезистентный, граммоотрицательные бактерии БЛРС-продуценты и карбопинемазопродуцирующие бактерии. Следующим критерием, который необходимо учесть, это отсутствие или наличие очагов инфекции. Есть ли у пациента озноб, связанный с инфузией через катетер, есть ли наличие воспаления кожи мягких тканей вокруг места имплантации сосудистого катетера, наличие целлюлита, мукозита. Оценивается тяжесть состояния, отсутствие или наличие гипотензии шока. И, конечно, оценивается предшествующий антибактериальный анамнез, который предшествовал эпизоду фибрильной нейтропении. Был ли прием антибиотиков как с целью терапии, так и профилактики. И, конечно, антимикробный препарат должен обладать широким спектром и наличием антиснегнойной активности. В стационарах с высокой распространенностью у пациентов с факторами риска инфицирования, продуцентами БЛРС, назначение цефалоспоринов четвертого поколения на первом этапе не рекомендуется. И к основным факторам инфицирования граммоотрицательными бактериями, продуцирующими БЛРС, относятся обращение наличия у пациентов в анамнезе, обращение за медицинской помощью в последние три месяца. Это может быть и дневной стационар поликлиники, и проведение хронического гемодиализа, нахождение в учреждениях длительного ухода или госпитализация. Также наличие в анамнезе предшествующей терапии антибиотиками более одних суток в течение последних трех месяцев и наличие тяжелой сопутствующей патологии, таких как хроническая почечная недостаточность, цирроз печени, сахарный диабет, алкогольная висцеропатия, наркомания и ВИЧ. И второй этап – это выявление кандидатов на амбулаторное лечение. Итак, мы должны оценить уровень риска серьезных осложнений, связанных с фибрильной нейтропенией, используя клинические критерии оценки, и шкал МЭСК и СИСНО. Итак, если у нас пациент высокого риска, шкала МЭСК менее 21 балла, у него есть дополнительные клинические критерии, то этот пациент проходит только стационарное лечение. Если это пациент низкого риска, по шкале МЭСК – это 21 балл и более, и у него нет дополнительных клинических критериев и исключения, мы проводим оценку по шкале СИСНО. И у пациентов с солидными опухолями, у которых прошли химиотерапию легкой и средней степени интенсивности, если по шкале СИСНО мы насчитываем 3 балла и более, это пациент для стационарного лечения. Если же это пациент по шкале СИСНО 1-2 балла, это кандидат на амбулаторное лечение. И далее нам необходимо провести оценку и подтверждение материально-технической и психосоциальной поддержки пациента. Первую дозу перорального препарата дается в клинике, в отделении неотложной терапии или в обычном профильном отделении. Рекомендуется пероральная эмпирическая терапия в торхиналоном в комбинации с амоксиленклавулановой кислотой, а при аллергии на пенициллины это клиндомицин. И пациенты должны наблюдаться в стационаре перед випиской не менее 4 часов. Итак, требования к материально-технической и психосоциальной поддержке пациента при лечении в амбулаторных условиях. Это прежде всего проживание на удалении не превышающей 1 часа или 48 километров от клиники. Это согласие врача-онколога на амбулаторное лечение пациента, а также способность пациента к выполнению всех логистических требований, включая частое посещение клиники. Член семьи или сиделка дома рядом с пациентом 24 часа в сутки, доступ к телефону и транспорту 24 часа в сутки и отсутствие в прошлом несоблюдения пациентов протоколов лечения. Дополнительными требованиями могут быть возможность частого обследования не реже 1 раза в 3 дня в клинике или дома, возможность ежедневного телефонного контакта для проверки домашней термометрии и убеждения, что лихорадка разрешается, возможность проведения мониторинга абсолютного числа нейтрофилов и тромбоцитов и возможность реализации частых повторных визитов в клинику. И, конечно, гарантия госпитализации в любое время суток при ухудшении состояния. Итак, характеристика пациента с фибрильной нейтропенией. Группы низкого риска для лечения в амбулаторных условиях. Это пациент с солидными опухолями, имеющий 21 балл и более по шкале МЭСК и 1,2 балла по шкале СИСНО. После их кратковременного от 4 до 24 часов пребывания в стационаре, во время которого начинается эмпирическая внутривенная антибактериальная терапия широкого спектра, исключаются молниеносные инфекции, состояние больного оценивается как стабильное, нет гипотензии и других дополнительных критериев клинической оценки, являющиеся противопоказанием для проведения лечения в амбулаторных условиях. И проведена оценка и получено подтверждение материально-технической и психосоциальной поддержки пациента. Итак, лечение пациента по шкале МЭСК 21 и более СИСНО 1,2 балла назначаются перорально цифрофлоксацин 750 мг 2 раза в сутки или левофлоксацин 750 мг 1 раз в сутки в комбинации с амоксицелин клавулановой кислотой 875 мг по амоксицелину 2 раза в сутки. При аллергии на бета-лактамы, пенициллины или цифрофлоксацин это цифрофлоксацин или левофлоксацин в тех же дозах в комбинации с клиндомицином 600 мг 3 раза в сутки. Оценка лихорадки проводится через 48 часов. И если гипертермии нет, а абсолютное число нейтрофилов менее 0,5, у пациента нет осложнений, посев крови без роста, необходимо продолжить лечение еще 2 дня после того, как абсолютное число нейтрофилов достигнет значения 0,5 на 10,9 степени на литр с учетом прироста уровня нейтрофилов в последующие дни. Второй вариант развития событий – лихорадки нет в течение 48 часов, а абсолютное число нейтрофилов больше 0,5. У пациента нет осложнений, температура в норме уже 48 часов, посев крови без роста, можно отменить антимикробную терапию. Если же у пациента спустя 48 часов гипертермия сохраняется или она рецидивирует, пациенту необходима повторная госпитализация, повторная оценка и лечение уже его как пациента высокого риска. Показанием для повторной госпитализации пациентов с низким риском является сохранение лихорадки более 38, рецидив этой лихорадки, появление новых признаков или симптомов инфекции, использование пероральных препаратов больше невозможно или не переносится пациентов, получена положительная культура крови или по результатам микробиологического исследования выделены возбудители устойчивы к исходному режиму терапии и необходимы изменения эмпирического режима и назначения дополнительного антибактериального препарата. Итак, лечение пациентов с фибрильной тропенией низкого риска, МЭСК 21 и более, СИС на 3 балла и более. Лечение проводится в условиях стационара, как у пациентов высокого риска, и если это пациент с нормальной функцией почек, то это пипероцелин тазобактам 4,5 грамма 4 раза в сутки или цифипим 2 грамма 3 раза в сутки. У пациентов с мукозидом второй степени и более необходимого в комплекс лечения добавить метронидозол 500 миллиграмм 3 раза в сутки. А при иммуноглобулин Е опосредованной аллергии на пенициллины или цефалоспорины в анамнезе, такие как крапивница, бронхоспазм, анафилактический шок, отек, винки, цифрофлоксацин и клиндомицин и их внутривенные формы. И цифрофлоксацин означается 400 миллиграмм 3 раза в сутки. Оцениваем терапию спустя 72 часа. Нет гипертермии, источник инфекции не диагностирован. Мы продолжаем лечение еще 2 дня после того, как абсолютное число нитрофилов достигнет значения 0,5 с учетом прироста уровня нитрофилов в последующие дни. Если же гипертермии нет, но источник инфекции диагностирован, мы продолжаем лечение в соответствии с чувствительностью выделенной микрофлоры и локализации инфекции. Если же спустя 72 часа гипертермия сохраняется, необходимо провести оценку антибактериальной терапии, повторить посев крови, инструментальную диагностику провести, исключить лихорадку неинфекционной этиологии. И дальше же пациент ведется по протоколу для пациентов высокого риска. Итак, заключение. Основные принципы ведения пациента с фибрильной нейтропенией низкого риска. Это раннее начало эмпирической антимикробной терапии препаратами широкого спектра действий в течение 1 часа с момента постановки диагноза фибрильной нейтропенией. До выявления группы риска, высокий или низкий, и после того, как лихорадка документирована и взяты образцы крови для культурального исследования, внутривенно вводится антибиотик широкого спектра действий с антисинегнойной активностью цифипим, пиперцелинтазобактам или меропенем или мипенемцилостатин. При выявлении пациентов с фибрильной нейтропенией низкого риска и сисной 1-2 балла рекомендуется проведение пероральной антибактериальной терапии в амбулаторных условиях цифрофлоксацином или левофлоксацином в комбинации с амоксицелин-клавулановой кислотой, а при аллергии на бета-локтамы цифрофлоксацином в комбинации с клиндомицином. До выписки пациента должны наблюдаться в стационаре 4 часа от 4 до 24 часов. Таблетированные формы вторхиналонов не следует назначать пациентам, которые ранее принимали уже вторхиналоны с профилактической целью, больным, у которых отсутствует через 1-2 дня эффект от эмпирически назначенной антибактериальной терапии широкого спектра, показана повторная госпитализация с повторной оценкой состояния, и такие пациенты ведутся далее по протоколам лечения фибрильной нейтропении высокого риска. Пациенты с низким риском сисной 3 балла проходят лечение в условиях стационара, и пациенты с низким риском, имеющие клинические критерии исключения, это дополнительные клинические критерии, которые мы рассмотрели, они также проводят лечение в условиях стационара. Больные, у которых колонизированы или инфицированы вторхиналонустойчивыми бактериями, которые также коустойчивы к цифалоспоринам 3-4 поколения, проходят лечение в стационарах, и препараты выбора – это только пипероцелин, тазобактам, а в тяжелых случаях и с гипотензией, миронема и мипинем. Пациенты с низким риском, но колонизированные МРСА, ванкомицин-резистентными энтерококками, стенотрофомонус, молтофилия, должны проходить лечение в условиях стационара. И последний – это риск развития микоза у больных с низкого риска, он крайне низок, и поэтому рутинное применение противогрибковой терапии не рекомендуется у этой категории пациентов. – Большое спасибо, Наталья Юрьевна, так все структурировано, так все четко. Продолжение следует...